Здравствуйте! На телеканале УЧИ информационная программа новости. В студии для вас работает Тимур Акмаев. Сегодня в выпуске расскажем о событиях, которые произошли в городе и республике. В Красном УЧИ началась акция «Полевая почта». Она инициирована Народной милицией ЛНР и общественным движением «Мир Луганщины». Сегодня близкие родственники защитников ЛНР получили письма с фронта от своих мужчин. Как это происходило, смотрите в сюжете. С февраля многие мужчины встали на защиту республики. Для их близких родственников любая весточка важна, ведь она говорит о том, что их мужчины живы. Общественное движение «Мир Луганщины» побеспокоилось, чтобы письма военнослужащих ЛНР дошли до их родных. Общественным движением «Мир Луганщины» совместно с Народной милицией ЛНР была объявлена акция «Полевая почта». Согласно этой акции военнослужащие, а также мобилизованные наши граждане писали письма своим родным и передавали сюда. Также у нас еще есть письма, которые обязательно будут переданы родным военнослужащих. Первые письма 22 апреля уже доставлены. Военнослужащий Константин был мобилизован два месяца назад. Из-за тяжелой ситуации на передовой нелегко поддерживать связь со своей семьей. Жена Оксана и две дочери защитника ЛНР получили долгожданную весточку. Сложно. Ну, мы было страшно, испугались сначала, переживали. Ну, спустя время уже как-то оно принялось. Ну, как принялось? Главное, что звонить. Не принялось оно, все равно не принялось. Как такое можно принять? Такое невозможно принять. Ждем, надеемся. Каждый звонок – это просто как… Главное, что звонит, пишет. Вот связь очень плохая, там два слова обрываются. Мы очень ждали, мы знали, что письмо будет. Привет, мои дорогие. Передаю вам огромный привет. У меня все хорошо, жизнь здоров. Очень за вами всеми скучаю, не переживайте. За меня берегите свое здоровье, особенно родители. Даша, учись хорошо, ты же будущий медик ЛНР. Это я. Да. Машенька, крепко тебя целую, обнимаю. Ксюша, ну, все будет хорошо. Папа, мама, не переживайте. Берегите себя с любовью. Ваш муж, сын, отец Константин. Также свою весточку от мужа дождалась и учительница начальных классов Елена. Педагог рассказала, что сейчас без мужа тяжело, и она вместе с детьми за ним скучает. Елена верит, что с ее мужем все будет хорошо, и он вернется домой. Привет, Лена. Яра Паша, привет. Крестная, хочу передать вам привет. У меня все хорошо. Сегодня прислали письма от детей, которые просто написали нам, солдатам. И даже потекли слезы. Ждите, верьте, и я обязательно вернусь с победой домой. Очень люблю вас и скучаю. Он мне всегда говорил, ты посмотри на мою руку, у меня линия жизни по самой локоть, говорит, идет. Я вернусь в любом случае, говорит, даже не может быть никаких сомнений. Вот верю, честно, вот эти слова мне постоянно, говорит, у меня все будет хорошо, я вернусь. Любую беду можно пережить. Просто стоит верить и надеяться. По словам руководителя терротеления Мир Луганщини, в письмах защитников слышна воля к победе. Когда человек далеко от дома, такие весточки особенно дороги и долгожданны. Новости телеканала Луч. В общеобразовательных учреждениях города в преддверии православного праздника прошел единый тематический час духовности под названием Пасха, Светлое Христово Воскресенье. Школьники в дистанционном формате просматривали видеоролики, мультфильмы и презентации о традициях и обычаях праздника. Зачитывали отрывки из произведений на эту тему. Кроме того, учащиеся подготовили подделки и рисунки для выставки детского творчества. В Управлении образования отметили, что наполненный добротой и любовью праздник обязательно отложится в памяти детей, что поможет заинтересовать и в дальнейшем приобщить их к русской православной культуре. Территориальное отделение государственного учреждения Республиканский центр занятости в Красном Уче приглашает граждан, ищущих работу для прохождения профессионального обучения на базе Луганского учебно-курсового комбината по ряду профессий. Оператор котельный, машинист, кочегар котельный, слесарь-ремотник, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. На период обучения гражданам выплачивается материальная помощь, компенсируются затраты на проезд, предоставляется общежитие. После обучения гарантировано трудоустройство. По вопросам обращается в микрорайон 4, дом 9А, кабинет 16, или по телефону 2-61-77. Автомобили очередного конвоя МЧС России доставили в Луганск в гуманитарную помощь. Об этом сообщает прислужба МЧС ОНР. 21 апреля для жителей Донбасса российские спасатели привезли продукты питания, предметы первой необходимости. Говорится в сообщении, ведомственные отметили, что это 130-й конвой МЧС Российской Федерации. Государственный банк ОНР определил отделение, которое будет работать в субботу, 23 апреля. Об этом сообщили финучреждения. В Красном УЧ дежурным будет отделение, расположенное по улице Хрустальская, 610. Время работы с 8.30 до 16.00. Перерыв с 12.00 до 13.00. Предстоящие выходные будут длиннее обычного. В связи с празднованием Пасхи днём отдыха будет понедельник. Какую программу подготовит для вас телеканал УЧ, смотрите в нашем традиционном обзоре. В субботу в 12.00 и в ночном повторе советский двухсерийный музыкально-художественный фильм, снятый по одноименной комедии Лопе де Вега «Собака на сене». Богатая и знатная сеньора Диана терзается сомнениями. Ей нужно выбрать между достойными её руки женихами и личным секретарём. А тот, в свою очередь, не может решить, кто ему больше по сердцу – обворожительная хозяйка или её прелестная служанка. Съёмки проходили в 1977 году в Крыму, в Ливодийском дворце и парке. При этом там не прекращались экскурсии, и туристы становились свидетелями съёмочного процесса, а местные жители – участниками массовки. Роль Теодору могла бы достаться Олегу Далю или Олегу Янковскому, но режиссёр рискнул отдать её ещё неопытному Михаилу Боярскому. Молодой актёр так крабел перед именитыми артистами, что в первые съёмочные дни не показал нужного результата, и его даже хотели снять с роли. Но тут вмешалась Маргарита Терехова. Она настояла, чтобы Боярскому дали шанс раскрыться. И оказалась права – с этой ролью он справился блестяще. И оказался так убедителен в образе Теодора, что впоследствии на него обратил внимание режиссёр Юнгвальд Хилькевич и пригласил в свой фильм на роль всем известного Д'Артаньяна. Ну, только я в недоумении, я не слыхал, чтобы любовь могла от ревности зажечься. Родится ревность от любви. Я думаю, что даме этой приятно было с ним встречаться, но страсть не загоралась в сердце. И лишь когда она узнала, что он другую любит, ревность, зажгла в ней любовь и страсть. Воскресный полдень для вас ещё один советский фильм. Музыкальная комедия, снятая в 1949 году, «Кубанские казаки». На колхозной ярмарке встречаются представители двух процветающих кубанских колхозов – Галина Пересветова и Гордей Ворон. Они любят друг друга, но скрывают свои чувства, потому что являются давними конкурентами. Они соревнуются в трудовых подвигах, и главное для каждого – вывести свой колхоз на первое место. Съёмки проходили в настоящей казачьей станице «Курганная». Режиссёр картины Иван Пырьев заставлял актёров не просто играть роли, а вживаться в своих героев. Они учились работать на комбайнах, тренировались ездить верхом, ночами гребли зерно на таку, словом, жили настоящей колхозной жизнью. «Кубанские казаки» стал одной из первых цветных советских кинокартин. Специально для фильма были написаны песни «Каким ты был, таким остался» и «Ой, цветёт калина», которые так полюбились людям, что даже стали считаться народными. «Каким ты был, таким остался» «Орёл степенок, казак веком» «Зачем, зачем ты снова повстречался» «Зачем нарушил мой покой» В субботу в 15.00 на ваших экранах художественный фильм «Не обмани». В результате ДТП у Людмилы погибает сын Владимир. Перед смертью он признается, что у него есть внебрачный сын и хочет оставить ему всё своё имущество. Поскольку у Владимира всегда были сложные отношения с матерью, он сомневается, что она исполнит его просьбу и умоляет «Не обмани». Людмила начинает поиски своего внука и, встречая разных людей из окружения сына, она переосмысливает свои отношения с ним. «Мы планировали, что Владимир расскажет что-то короткое и интересное о каждой фотографии с афиши. Он говорил, что эти снимки иллюстрации к его временам жизни». «Володя перед смертью рассказал о вас». «А при жизни он о нас не вспоминал, да?» «Пошла вон». Субботним вечером на телеканале «Луч» детективная мелодрама. Четырехсерийный фильм «Карта памяти» – это история о девушке Лизе. Она работает учителем в школе. Несколько лет назад попала в автомобильную аварию и потеряла память. Однажды в сознании Лизы начинают возникать образы параллельной реальности, в которой у неё совсем другая жизнь. Желая разобраться в происходящем, девушка решает раскрыть тайну своего прошлого. Любителям детективных мелодрам придется по душе еще один мини-сериал, который мы покажем в воскресенье в 19.00. На ваших экранах 4 серии фильма «Прости за любовь». Марина – домохозяйка, которая беззаглядно любит своего мужа Виктора. Они мечтают о ребенке. Но однажды Марина получает фотографии, доказывающие измену супруга. И хотя он уверяет, что это фотомонтаж, Марина хочет во всем разобраться. Но она и представить себе не могла, в какую опасную и запутанную историю окажется втянута. Не успевает Марина оглянуться, как остается без мужа, без дома и без денег. А еще становится главной подозреваемой в убийстве любовницы супруга. А слушайте, вы не слышите? Вы мне делаете больно. Отпустите, пожалуйста. Ну, я так и знал. Отпустите, пожалуйста, Марину Алексеевну. Не могу, до приезда полиции приказано задержать. Ага, слышишь? Отпусти, отпусти, я все понял. Отлично. Ну, нам пора. Прошу. Для юных зрителей в воскресенье в 15.00 мультипликационный фильм «Монстр на каникулах. Трансформание». Дракуле и его приятелям предстоит окунуться в очередной поток приключений. На этот раз новое изобретение Ван Хельсинга превращает вампира и его друзей в обычных людей, а Джонни становится настоящим чудовищем. Главным героям необходимо отправиться из отеля «Трансильвания» в захватывающий путь по всему свету, чтобы отыскать средство, которое вернет все на свои места. Воскресенье в 22.30. Советский двухсерийный кинороман «Экипаж». Фильм состоит из двух частей, совершенно разных по жанру, но логично дополняющих друг друга. Первая часть фильма – бытовая мелодрама, вторая – фильм «Катастрофа». Предполагалось, что фильм будет называться «Запас прочности», но позже название было заменено на «Экипаж». Изначально на главные роли были утверждены сплошь звезды – Алексей Петренко, Николай Гораченцев, Елена Проклова, Олег Даль. Но всех четверых пришлось в срочном порядке менять. У каждого были свои причины отказа. Для режиссера Александра Митты это стало настоящей «Катастрофой». В итоге главные роли исполнили Георгий Жонов, Анатолий Васильев, Леонид Филатов и Александра Яковлева. И справились они отлично. Для Яковлевой, например, «Экипаж» стал первой киноработой. Этот фильм вошел в историю русского кино как трижды первый. Это первая картина, снятая в жанре «Катастрофы». Первая, показавшая откровенные любовные сцены. И первая спродюсированная, поскольку была снята не только на государственные деньги, но и на средства аэрофлота. Вы говорили, что не прилетит самолет, а я говорила, что все будет в порядке. Разве не могут надо их бросить одних? Как же можно? Вот теперь все самое страшное позади. Иначе просто и быть не могу. Если в ваших планах провести выходной понедельник, а не выходя из дома, телеканал «Луч» поможет вам не пожалеть об этом решении. С 11.00 на ваших экранах 8-часовой сериал «Поющие в Терновнике». Экранизация известного бестселлера писательницы Колин Маккаллоу рассказывает эпическую историю жизни семьи Клири, переехавшей из Новой Зеландии на ранчо в Австралии. События разворачиваются вокруг запретной любви Мэгги Клири и амбициозного священника Ральфа Дебрикасара. Мэгги, как птица из старинной кельтской легенды, которая всю жизнь проводит в поисках тернового куста, чтобы погибнуть от его шипов, спев свою последнюю сладострастную песню. «Я напишу тебе из Рима. Нет, письма мне не нужны. Мы можем не увидеться никогда. В наказании за это мое наказание в том, чтобы никогда больше не быть уверенным, что я люблю Бога больше, чем тебя». Вечером в понедельник предлагаем вам отдохнуть с комедийным фильмом «Холоп». Милыш Бикович, Александр Бортич, Иван Охлобыстин, Мария Миронова – это неполный перечень актеров, исполнивших роли в этой картине. Молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему все дозволено. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе с психологом он придумывает уникальный проект. На базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. Завершим длинные выходные спортивной драмой «Чемпионы быстрее, выше, сильнее». Реальная история трех легендарных российских спортсменов, на общем счету которых 9 золотых олимпийских медалей и больше тысячи побед. У каждого был свой путь, своя уникальная драматическая история восхождения. Три яркие новеллы, основанные на реальных событиях, расскажут о том, что осталось за кадром спортивной хроники и каким был путь к высшему спортивному достижению. Они стали легендами мирового спорта и дали возможность всей стране сказать «Мы победили». На Олимпиаду хочешь попасть? Дай на одну. Наглая. Это та роскошь, которая делает внутренне свободно. Считали Черчилля? Да. Рекомендую. Начнем встречаться через 4 года. А во сколько? Сразу после Олимпиады в Сигне. Хороших вам выходных и оставайтесь с телеканалом «Луч». Этой информацией завершаю сегодняшний выпуск. С новостями вас знакомил Тимур Акмаев. Хороших вам выходных и светлого праздника, мира и добра вашей дома. До свидания. Подписывайтесь на канал! acetau project иины, их сшиваем. Вот у нас все равно и на ажиках. Да! До свидания! Очищающе! Вам может быть вкуснее! Они получятся ваянные packed? Продолжение следует...